Благотворительный диагностический центр «Белая роза» в Иванове существует уже год. За это время здесь приняли 11 тысяч пациенток. В центре совершенно бесплатно проводят обследование на наличие у женщин онкологических заболеваний. 11 тысяч человек в год – это предельная наполняемость. На 2019 год стоит точно такая же задача. В день здесь принимают 52 пациенток. Сюда приходят здоровые женщины без каких-либо жалоб. По крайней мере, так должно быть. Для них комплексное обследование. Посещают кабинет УЗИ, гинеколога и онколога. По статистике, у 1,5% пациенток обнаруживают предраковое или онкологическое заболевание. Этот показатель средний по России. Иванова не исключение. В течение 2,5-3 часов пациентка проходит полностью комплексное обследование. И здесь могу похвастаться, потому что это время минимально по сравнению со всеми другими белыми розами России. Поэтому алгоритм, который разработан в нашем центре, сейчас признан эталонным. И он сейчас рекомендован для работы и другим центрам, в том числе и более старшим, которые раньше основаны. Интерес к диагностическому центру не ослабевает. Загрузка здесь максимальная потому, что это уникальные услуги для бесплатной медицины. Здесь и анализы возьмут, и все исследования проведут. А в случае необходимости составят маршрутизацию для пациента. Выявляемое у нас достаточно хорошее. То есть мы выявляли женщины и на стадии, которая предотвращает дальнейшее развитие рака. То есть онкопатология. И были, конечно, женщины уже запущенные. То есть не было у нас такая категория женщин, которая абсолютно без каких-либо нюансов, замечаний по результатам обследования. То есть у каждого какие-то были замечания. Гордится Ивановская Белая Роза и своим самым передовым оборудованием. На таком пропустить болезнь просто невозможно. Это лучшее оборудование в нашем регионе. Она прямо показывающая. Цифровая обработка. То есть, когда мы делаем снимочки, они переходят на экран. Здесь очень удобен аппарат в работе, потому что большая панель. То есть мы можем захватить всю область, которую смотрим. Это как самая лучшая машина. В ближайшее время медики центра ждут пополнения арсенала высокоточного оборудования. На вооружение поступит еще один аппарат УЗИ экспертного класса. Ждем новый аппарат с возможностью делать эластографию. Это достаточно новый метод. Мы будем его использовать для обследования молочных желез. То есть это для дополнительной возможности выявления онкологических заболеваний на самых-самых ранних стадиях, когда еще образования настолько мало, что порой его сложно увидеть при обычном рутинном обследовании. После обследования медики отслеживают судьбу каждой пациентки, следят за ее состоянием и предлагают раз в год приходить вновь. Это полезно и нужно каждой женщине, особенно после 30. Вера Кругликова – благодарная пациентка центра «Белая роза». Пришла сюда, чтобы проверить здоровье в конце 2017-го. И оказалось не зря. Благодаря быстрому вмешательству врачей уже в январе 2018-го женщину прооперировали. Говорит, здешние медики буквально спасли ей жизнь. Очень рада, что обратилась, потому что никаких особых жалоб не было. Оказалось, что проблемы есть, которые никак себя не выявляли. Мне выдано было направление в онкодиспансер вовремя. Была прооперирована. Почему? Очень рада. Не надо думать, что если это какое-то бесплатное учреждение, то к вам будет относиться плохо, невнимательно. И только за деньги мы можем что-то себе хорошее приобрести. В данном случае это очень хорошее исключение. Проблема с тем, чтобы записаться на обследование в центр из-за потока пациентов, возникла сразу. Сейчас она по-прежнему актуальна, но не так остро стоит. «Белая роза» примет всех желающих. Нужно просто дождаться очереди. Мы с вами знаем количество женщин, которые проживают на территории нашего региона. И мы прекрасно понимаем, что 11 тысяч – это капля в море. Поэтому я хочу, чтобы наши женщины запомнили. Белая роза не заменяет собой государственную медицину. А я хотела бы, чтобы наши пациентки запомнили, что дорогу осилит идущий. Поэтому, когда мы разговариваем, и я слышу, что к вам невозможно записаться, я всегда говорю, в день 50-52 человека. Иных способов попасть в «Белую розу», кроме записи по телефону, нет. Если эти люди к нам приходят, значит, все возможно. Нужно просто набраться терпения.